Биби мы не боимся. Так звучит лозунг, который скандировали протестующие у резиденции премьер-министра Израиля Бельямина Нетаньяху. На протяжении 12 недель в стране не утихали протесты. А в ночь на 27 марта они вспыхнули с новой силой. Причиной послужило заявление о снятие с должности министра обороны Йоава Галланта, который призывал правительство остановить судебную реформу. Министр обороны как раз выступил против правительной судебной реформы. Он был одним из главных противников того, что происходила перебалансировка принятия решений. И он выступил открыто против судебной реформы. Его уволили и, соответственно, он стал определенным символом противостояния с этой системой власти. Голодовка в знак протеста против политики Нетаньяху. Так свое несогласие выразили главы нескольких муниципалитетов Израиля. А около 6% населения страны вышли на улицы, требуя отставки правительства. Протестанты били в барабаны, жгли костры и хотели устроить палаточный лагерь на шоссе Айалан. Также были настроены баррикады из мусора и покрышек. В ответ на это полиция применила слезоточивый газ и водометы. Манифестанты обошлись бутылками и камнями. Но уже к середине ночи большая часть протестующих покинула улицы. Пожарные приступили к тушению костров, а рабочие стали разбирать завалы на шоссе. Скажем так, перебалансировка власти в пользу двух ветвей власти против третьей власти, да, я как объяснил, да. То есть фактически сегодня вполне законодательная власть между собой консолидирует усилия, а судебная, ну, как и теряет свою позицию. Вот эта перебалансировка, она по всей видимости недемократична, в понимании протестующих, может привести в дальнейшем к каким-то моментам, связанным с узурпацией власти, с соответствием власти в одних руках. И вот, собственно, в этом и смысл этих протестных акций. Конец демократии в Израиле. Так оппозиция описала новую судебную реформу, после принятия которой решение о назначении верховного судьи будет лежать на правящей коалиции. Президент Израиля Ицхак Герцог также призвал премьер-министра остановить судебную реформу, так как она ставит под угрозу систему безопасности страны. И, конечно же, в этих условиях политику в любом случае придется принимать во внимание точку зрения общественности, потому что случайными такие массовые выступления протеста не могут быть. И, действительно, власть, для того, чтобы каким-то образом урегулировать ситуацию, должна искать компромиссные решения. В результате протестов пострадали несколько десятков протестующих и трое полицейских. А утром 27 марта Нетаньяху сообщил руководителю правительственной коалиции о том, что судебная реформа, возможно, будет остановлена. Анастасия Уткина, Алина Красильникова, Универньюз.